Мы выяснили обстоятельства, что само по себе изменение ни о чем не говорит. Это просто свойство материи, она изменяется. Ничего такого, чтобы не изменялось, вообще не бывает. Поэтому доказывать, что надо что-то изменить, или говорить, что просто надо изменить, это ломиться в открытую дверь. Причем ломиться совершенно с пустой головой. Потому что если вы не указываете на характер изменений, то ничего хорошего в изменениях нет. Точно так же, как, если мы это применим в формулировке Горбачевской, перестройка. Это хорошо или плохо? Ну, смотря что, во что вы перестраиваете. Вот, как известно, был Кремль в Москве деревянный. Его перестроили в каменный. Хорошо стало? Хорошо. Так, может, мы, когда начнем перестройку, снова перестелаем его деревянный? Это хорошо? Нет. Так, у нас на Исаакиевской площади были, вот вы видели там такой красивый выставочный зал. И всадники там рядом с лошадьми. А почему они с лошадьми? Это была конюшня царская. Ее перестроили в выставочный зал. Это хорошо? Хорошо. Но можно выставочный зал перестроить в конюшню. Поэтому как можно быть вообще просто за перестройку, с чем ходил Горбачев? А почему он ходил с такой идеей просто перестройки? Потому что он скрывал свои истинные намерения. Ну, враги коммунизма, они могут, находясь в коммунистическом обществе, в коммунистическом государстве, тем более на вершине коммунистического государства, утверждать, что они пойдут и идут против коммунизма. Нет, они будут говорить, что у нас все социалистическое, социалистическая спекуляция, социалистический товар, социалистическая приватизация и так далее. То есть они будут всячески изображать дело так, что они как бы за новый, улучшенный социализм и так далее. И до тех пор улучшают, пока он не умрёт. Вот вы говорите о красном терроре, а вот Горбачёв заслуживает того, чтобы его расстреляли за уничтожение Советского Союза? И Ельцин заслуживает? Нет? Да, да, да. А вы как, пойдёте в адвокаты или в обвинители? Я вот боюсь, что вы можете пойти в адвокаты. Нет. Ну вот я думаю, эта мысль ясна, что само по себе изменение, а потом было при Ельцине реформирование. Цель, говорит, ваша деятельность – реформирование. А что вы, во что реформируете? А цель реформы какая? Реформы. То есть скрывается опять, куда дело ведут, к чему. И довели дело до того, что вдруг в руках отдельных лиц оказалось всенародное достояние. Правильно? Судят по результату. А это всё прикрывалось вот этим самым. Сейчас вот таким прикрытием является понятие оптимизации. Оптимизация – это нормальное понятие само по себе? Нормальное. Ну вот, скажем, я учился на матмехе, и мы решали задачи на оптимум. Что такое задача на оптимум? Это два вида задач. Либо на минимум затрат при данных результатах надо найти оптимальное решение. То есть такое решение, которое при заданных результатах даст наименьшие затраты. Хорошо же это? Хорошо. Есть другое. Даны затраты, ограничения по затратам, чего угодно, материалов, финансовых ресурсов. И надо получить максимум результатов. Это вторая задача. Есть, конечно, такие шутники, которые говорят, максимум результатов при минимуме затрат. Но такого-то не может быть. Как может быть максимум результатов при минимуме затрат? При минимуме затрат – ноль. Какие результаты может быть при затратах ноль? Ноль. И вот с этим ходит, вот так же ходит, и вот такие глупости повторяют. Поэтому, когда говорится об оптимизации, главным вопросом является вопрос о том, а каков критерий оптимизации? Что вы хотите поставить в виде целевой функции? Скажите, что вы ставите. Если вы ставите в виде целевой функции уменьшение затрат на здравоохранение, то надо стремиться к нулю. Правильно? И у нас, между прочим, прошла реформа здравоохранения успешно. Сократилась затрата на здравоохранение на 7%. Уволено 20 тысяч врачей. Сейчас, когда народ страдает от болезней, и здоровье ухудшается, в это время 20 тысяч квалифицированных врачей. В одной Москве уволили 5 тысяч врачей. Думаете, они пропали? Нет, они не пропали. Поскольку все равно потребность такая очень острая. А они оказались где? В области медицины. В какой? В платной. То есть, как бы, никто бесплатную медицину не отменял. Просто вот этих людей изъяли из бесплатной. И они пошли помогать строительству платной. Если у вас деньги есть, вылечим. Денег нет? Вот свежий воздух, сейчас окно открыто. Идите, постойте в окно. У нас был профессор Левченко. Участник Великой Отечественной войны. Разведчиком был. Специалист по социальному планированию. Очень просто говорил. Когда рассказывал, какое мы общество получили. Говорит, деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, паршива сволочь. Что тут непонятного? Вот оптимизация сейчас. Давайте, говорит, мы проводим оптимизацию. А критерий-то какой? Никто о критериях не говорят. То есть, такое слово берут. И наводят туман. И после того, как этот туман уходит, выясняется, что уже после оптимизации не стало специалистов, а стали только бакалавры. Чем разница? Ну что, нельзя в аспирантуру поступать после бакалавриата. Это что, хорошо? Это оптимизация, что ли? По-моему, оптимизация-то было бы, если бы вы могли бы куда-то... Такие всесторонние могли бы поступать. Теперь, скажем, я имею диплом математика, я могу математику преподавать в ВУЗе. А поскольку у меня еще есть диплом, а там исторический специалист, исторический, политологический, и я кандидат экономический к науке по политэкономии, и у меня доцентское есть удостоверение по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов и звание профессора по кафедре экономики и права, я могу преподавать. То есть наличие многих специальностей позволяет в это наше непонятное время, ну, в общем, как сказать, катамаран лучше выдерживает бурю, чем просто корабли, так просто не потопишь. Вас этого лишили? Это кто это придумал? Кто такой придумал, такой критерий? А критерий оказался очень прост. Отрезать 20% курсов, самых таких вот, на последнем курсе, если вы знаете, всегда спецкурсы были, не то общие курсы, как вот сейчас считается, а вот по особым каким-то проблемам, вот углубленно, допустим, террор. Какой бывает террор? Белый, красный, желтый, и так далее, синий. Вот, изучай. Нет, этого нет теперь. Теперь, значит, вот к общей курсе прочитали, и идите. Поэтому это оружие, уничтожение того или иного. Точно так же, как некоторые слова у нас, дескать, у нас развитой социализм. Вот с этой идеей развитого социализма умерла КПСС. Почему? Потому что социализм, это что такое? Это неравизвитый, неполный, незрелый коммунизм. С отпечатками капитализма, во всех отношениях, в экономическом, нравственном, умственном. Написано у Маркса в критике годской программы. В государстве революции у Ленина написано. Нет, говорит, у нас развитой социализм. Это что значит развитой социализм? Значит, ничего делать уже не надо. Ну, всё, развитой уже. Ничего не надо. А зарплату идти надо и получать. У кого большая, особенно, хорошо. А раз ничего не надо делать, вот Хрущёв объявил, что у нас социализм в Советском Союзе победил полностью и окончательно. Но если окончательно, значит, не может быть контрреволюцией? Не может быть. Поэтому, если вдруг вы видите признаки контрреволюции, то это вам кажется. А когда уже, как говорится, флаги сняли и везде капиталисты и власти, ну, тогда мы не заметили. То есть, вот это вот такого рода настроение, безразличие к тому, в какую сторону изменения, совершенно недопустимо. Потому что это недопустимо с точки зрения исторической. Потому что история – это движение не вообще в какую-нибудь сторону, а движение низшего к высшему, простого к сложному. А движение низшего к высшему, простого к сложному, как называется? Развитие. Вот это развитие. И поэтому мы переходим к категории развития. Но это ведь определение развития. А может быть, развитие непротиворечивым. Есть разные концепции развития. Есть, значит, одна концепция развития, что это круговое движение. Философия есть. Дескать, вот сейчас, видите, весна, да? Вот солнышко, потом будет лето, потом будет осень, потом зима, потом опять весна. и всё возвращается на круги свои. Да это было уже, и в следующем году так будет, и так далее, и так далее, и так далее. Никакого другого движения нет, движение круговое. Есть такое понимание развития, что бывает то в одну сторону движение, то в другую. То высшее к низшему, то низшее к высшему. Вот американцы и китайцы, говорят, засоряют всю нашу атмосферу выбросами. На них все нападают и говорят. А мы молодцы. Почему мы не засоряем? Потому что мы уничтожили свою промышленность. Поэтому квоты мы можем даже и продать в Китае или в США. Какие мы молодцы. Какие мы молодцы. Ельцин особенный молодец. Потому что, когда он позакрывал половину предприятий, у нас везде зелень расцвела. Уже у нас загазованности нет. И проблему пенсионеров решил тоже. Потому что пенсионеры уже не работают, а живут, живут и живут. А он добился, чтобы возраст мужчин, возраст продолжительной жизни мужчин была бы меньше, чем время выхода на пенсию. Это же идеальное решение. Складываем, складываем в пенсионные фонды. А получать уже и не надо никому. Это же здорово. Теперь еще третью проблему Ельцин решил. Очень здорово. Вот смотрите. Дураки этого в советское время строили дома. Все, значит, на человека больше, больше квадратных метров и распределяли. Как распределяли? У кого больше семья, тому больше давали. Это только дураки так делают. Умные люди, как Ельцин. Зачем это нужно делать? Надо, чтобы население сокращалось. И тогда на человека будет все больше и больше квадратных метров. Логично? Отличная идея. А тут люди стройки, стройки, стройки. От них детства нехудно. Все строили. Никогда ничего не надо строить. И этого человека на него нападают. На Ельцину. Надо ему мавзолей сделать. Ему сделали там Свердловский. 2 миллиарда потратили. Взяли от народа еще 2 миллиарда и сделали памятник разрушителю социализма в России. Так что вот такая картина. Короче говоря, мы должны видеть, под какими соусами может появиться движение назад. Ну вот я сказал, что есть вот такое попеременное движение. Тогда встает вопрос, кто-то там, какой-то есть человек, который переключает то вперед, то назад. А кто это мог бы быть? Сейчас же не скажет Бог, да? Как-то это неприлично. Ну если вот один уровень бытия, есть другой – голова. И трансцендент нее, про который мы и говорить не будем, но оно есть. Там есть кто-нибудь, кто о вас думает? Есть? Чего так смело выступаете? У вас есть там кто-нибудь? У меня-то есть. Еще какие есть концепции развития? Еще есть концепция развития. Собственно говоря, вот основная концепция развития о том, что развитие есть не просто движение низшего к высшему опростому к сложному, а движение через борьбу противоположных тенденций. То есть развитие процесс противоречивый, и в этом движении низшего к высшему простого к сложному имеются противоположные тенденции. Одна из этих тенденций совпадает с направлением развития. это движение низшего к высшему к высшему А вторая тенденция противоположна этому движению. И эта тенденция есть движение от высшего к низшему. Как называются эти тенденции? Одна из них называется прогресс, который совпадает с направлением развития. А вторая тенденция противоположная называется регресс. А если мы берем общественное явление реакция, реакционная тенденция, следовательно, движение вперед происходит через борьбу противоположных тенденций, происходит через борьбу прогрессивных тенденций. Поэтому в любой момент по каким-то причинам субъективным может быть, а не объективным вверх могут брать реакционные тенденции. И если люди, которые воспользовались плодами социалистической революции, а сами ее не делали, если они будут себя и других успокаивать, что нам ничего не угрожает, у нас уже все тут окончательно и полностью построено, ничего не надо делать, то это может привести к разрушению того, что построено предыдущими поколениями. Что в Советском Союзе произошло? Поэтому, скажем, задача товарищей, которые к нам приезжают из других стран, любых, социалистических, капиталистических, на примере Советского Союза изучить не только как надо делать, а еще как не надо делать. Как делать не надо, потому что лучше всего учиться на чужих ошибках, а не на своих, потому что на своих дороже. поэтому надо, чтобы этот урок был извлечен, потому что у нас было самое большое образование, а вот образование в плане теоретическом слабое, потому что ну кого вы назовете после Ленина, кто бы прочитал науку логики Гегеля из партийных руководителей? Ну кого? Никого. Ни одного. И люди рассуждали про диалектику, а марксизм без диалекции это марксизм? Нет. Нет. А что остается тогда? Научный коммунизм? Политэкономия может быть без диалектики? Нельзя вполне понять капитала Маркса, говорил Ленин. Да, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Сталин не читал и не читал? Нет. Сталин очень хорошо знал Ленина и все, что Ленин писал про диалектику и все, что Маркс писал про диалектику он все это знал. Но это отраженный свет. Вот вы через меня хотите узнать диалекцию или через Гегеля? Через Гегеля. Ну вот это будет правильно. То есть я готов этому содействовать, но думаю, что миссия преподавателя не состоит в том, чтобы заменить гениальный труд своими, так сказать, лекциями по этому вопросу. А вот в помощь, пожалуйста, могут быть и книжки, могут быть и лекции и так далее. Но это самостоятельный труд. Диалекцию надо изучать самостоятельно. И не по учебникам. Вы хоть знаете хоть одного гениального человека, который написал учебник? Их нет вопросов. Или по справочникам. Какой-нибудь справочник найдут по философии и начинают. А, Б, Б. Кто пишет справочники? Ну, вы знаете хоть одного крупного философа, который написал справочник? У него философа? Да хоть кого? Ну, Дарь. Кого? Кто написал? А? Дарь. Словарь написал. Так у него наука совпадает со словарем. Не путайте. Он же по русскому языку написал. Словарь русского языка. А по другим предметам нет. Больше ни с каким предметом не совпадает. Это совсем другое дело. Это филология. Значит, и если всякая борьба, всякое движение идет через борьбу противоположных тенденций, то вот не надо искать причин, почему так произошло. Здесь причина очень ясна. Если вы ослабили свою борьбу или объявили, что мы борьбу прекращаем. Прогрессивная тенденция прекращает борьбу, поскольку считают, что нет, от никакой реакционной тенденции нету. И что будет тогда? Побеждает реакционную тенденцию, она разрушает все. То есть, дело не в том, что у нас не было политической армии, она демобилизована была. Демобилизована. Демобилизованная армия не может победить маленькую армию от мобилизованной. Ну, а наши противники, кто-нибудь, что, прекращал классовую борьбу? Нет. А у нас классовая борьба прекращается. Это что значит прекращается? То есть, КПСС не организует классовую борьбу рабочего класса и всех трудящих за социализм, против капитализма. Так? Ну, все тогда, ну, раз вы не организовываете, то это примерно то же самое, что было с Европой, куда вошел Гитлер. А то он здесь себя чувствовал неуютно. А в Европу очень уютно. Он пришел, все перед ним сдались. И Франция, у которой была линия Мажино, и у которой была армия, они не воевали. Это разве двояки. Все поздавали. Где вы видели какие-то битвы с Гитлером до начала войны с Советским Союзом? Не было никаких битв. Поэтому, если развитие это борьба противоположных тенденций, то итог совершенно ясен. Точно так же, если вы, так сказать, вы не укрепляете свое здоровье, значит, вы добычей и болезней будете. Так что нужно делать? Бороться с болезнями или укреплять свое здоровье? Ну, как? И надо и то, и другое делать. Но вообще, главная задача состоит в том, чтобы свою, так сказать, способность воспроизведения своего организма усилить, а не в том, чтобы уже, когда он заболеет, тогда вот начать глотать таблетки и спасать. А у нас дома отдыха начали все закрываться, ну, заодно и больницы стали закрываться. Вот эта реформа, которая прошла в здравоохранении, она поуничтожала все маленькие там пункты небольшие, где было немного врачей или фельдшеров, и теперь надо не в селе, там, сказать, найти у себя врача, а надо проехать 10, 20, то есть 100 километров до ближайшего медицинского пункта, что сделали в результате вот этой самой операции. То есть образование, медицина, это все какие сферы? Это сферы, которые государство должно средства вкладывать, они сами по себе продукты, деньги не дают. Бесплатная медицина, бесплатное образование, они, значит, хереют у нас на глазах. Так что деградация, она не только была в тот период, она и сейчас продолжается. Так, заработная плата может при капитализме повышаться? Может. Может она повышаться одновременно с ростом прибыли? Может. Почему? Потому что если производительность труда растет быстрее, чем повышается заработная плата, то доля зарплаты в единице продукции сокращается. То есть вы такое же количество денег делите на большее количество продуктов, и у вас получается сокращение затрат на зарплату. А раз сокращение затрат на зарплату, сокращение издержек, повышается прибыль. Так что с капитализмом вполне совместимо повышение зарплаты при том, что прибыль возрастает. На что мы наблюдаем? А мы наблюдаем снижение реального содержания зарплаты за три года на 10%. А если вы имеете снижение реального содержания зарплаты, то это означает, что рынок уменьшается. Покупательная способность снижения ухудшается. А покупательная способность снижения это тормоз, в данном случае тормоз развития производства. А что производить не купят? Не купят. Ну а если производить только для богатых, то этого производства вообще крупного и большого не будет. Вот Форд, когда делал свое производство, он американский бизнесмен, миллиардер, он прямо пишет в своей книге «Моя жизнь», что я не собираюсь делать машины для богатых, потому что если я буду делать машины для богатых, то я буду делать машины для капризов богатых. Что они скажут? Что им там приделать машину? Для капризов значит это будет делать вручную. А я инженер, я не хочу заниматься ручным производством, я хочу высокомеханизированное делать производство, автоматизированное и высокотехнологичное и буду делать дешевые машины, которые могут купить и не только богатые. И он стал миллиардером, он вовсе не от этого не оскудел и развивался как капиталист. или он сказал, что, ну, конечно, если я буду еще и разводить молочное и мясное животноводство, то люди, получившие зарплату, пойдут не куда-то понесут тем, кто производит мясо и молоко, а пойдут в мои же магазины. Я ему и продам, и денежки ко мне и вернутся. Но для этого что нужно делать? Если я куплю пять коров и будет вручную производиться мясо и молоко, и уборка навоза, и кормежка, то это, нет, мне это не надо. Я инженер, я меньше, чем двести коров я не куплю. Вот когда двести коров, можно сделать автоматическую подачу корма, автопоилку, уборку и так далее. То есть можно опять заниматься применением достижений науки и техники. А если у вас, ну, вот если у нас делают пять самолетов в год сейчас в России, ну, что такое пять самолетов? Это одно разорение. Ну, хуй давай пять. Купили американские Боинги и аэробусы. Причем на такие бешеные суммы закупили, а теперь надо обучать на них летать, обслуживать надо, готовить соответствующие кадры, запчасти, покупать новые и так далее. Но нельзя же требовать, чтобы государство один раз купило полный объем авиационной техники для перевозки людей, а потом еще купило еще отечественную. так это невозможно. Поэтому ну, вот выпускают там пять-десять штук суперджета даже. Ну, что это такое? Там у них себестоимость сумасшедшая. Сколько надо самолетов выпускать, чтобы было несколько себестоимость? Пятьсот. Пятьсот самолетов, будет дешевый самолет. А еще пять, это золотой самолет. Ну, ходят вокруг него, вручную собирают. Можно вручную собрать какой-нибудь на Луну аппарат. Пусть летит. Долго-долго его собирают. А потом, оказывается, компьютер почему-то при запуске посчитал, что не нашего нового космодрома Восточный запускается, а совсем с другой географической точкой. Кто там запускал? Они трезвые были или нет? Ну, как это так? Забита программа, что вовсе не эта точка, с которой запускается другая. Это смешно. Что это такое? При товарище Сталина в них бы сидели в тюрьме эти люди. А следующие люди точно бы хорошо проверяли. А сейчас, получается, это разгильдяйство. Сейчас, говорят, там разгильдяйство, когда люди погибли. Разгильдяйство никогда не погибли. Разгильдяйство было в том, чтобы не проверять, не контролировать и не иметь твердых определенных законодательных норм и ответственности со всей сущей. Вот в Китае, например, там такого разгильдяйства нет. Там 10 тысяч расстреляли взяточников? Расстреляли? 10 тысяч. Вы же говорите там, как вот, репрессии. Вот эти страшные репрессии. В Китае сейчас 10 тысяч расстреляли. И по делам. А иначе, если не расстреливать этих взяточников, их там вообще будет. Видимо, все перевернут у вас в Китае. Потому что они за деньги убьют кого хочешь. Ничем их иначе не остановишь. Это страшное дело. А когда не надо больше, так сказать, применять? Ну, когда люди знают, что иначе применят. Так что вот где-то в каких-то рамках надо держать. Рамки зависят ведь не от того, кто применяет, а от того, кто нарушает. Скажем, нет убийц, нет смертной казни. Нет взяточников, нет смертной казни за взятку. Правильно? Есть взяточники, значит, есть смертная казнь за взятку. Потому что государство применяется, оно умирает, отмирает. То есть вы не делаете ничего плохого, я вам ничего тоже плохого не делаю. Вы делаете что-нибудь хорошее, я буду только хвалить. Как вы что-нибудь умное скажете, я всё время вас хвалю. Значит, вот такая ситуация с развитием. Теперь в развитии надо увидеть, в этом развитии надо видеть ещё разные степени движения в этом развитии. Бывают развития эволюционные и революционные. Правильно? Что такое эволюционное развитие? Это постепенные изменения. Вот сейчас у нас говорят, у нас научно-техническая революция. Это сколько же процентов прирост производительности труда, если у нас научно-техническая революция? Потому что если у вас научно-техническая революция есть, а прироста производительности труда нет, то это не научно-техническая революция. Потому что смысл техники не в том, чтобы она была красивой и хорошо покрашена, а в том, чтобы она повышала производительность труда. Вот когда была промышленная революция, там в десятки тысяч раз повышалась производительность труда. В десятки тысяч. А сколько у нас прирост производительности труда? У нас такие люди сейчас скромные в России, особенно руководители, они вообще молчат на эту тему. Вот вам кто-нибудь скажет, сколько у нас рост в России производительности? И им не скажут, чтобы они с нас не списали. Сколько у нас рост? И я не знаю. Нам не говорят. А вы тоже не знаете? Кто-нибудь знает, сколько у нас в России рост производительности труда? Время от времени Владимирович говорит, а нам очень важно, чтобы была производительность труда высокая. А сколько у нас есть? Значит, не очень важно, если мы не знаем. Но научно-техническая революция у нас есть. Может быть, научно-техническая революция, если производительность труда не растёт? Нет. Нет, конечно. То есть, может быть, научная революция. Может быть. Особенно, когда в Академии наук отбирают все институты. Это научная революция. Это точно научная революция. Такого ни слыха она не видит. Дескать, выйти в воздухе, парите из головы и всё выдумывайте теперь. Без институтов. И обсуждайте. Сидите и обсуждайте. А кто вообще придумал научно-техническую революцию? Кто это придумал такое? И зачем? Не знаете? У нас же у каждой идеи должно быть только авторство, правда? Это не в Китае придумали, нет? В Англии. Откуда вы знаете? Вот он. Я же говорил, что у него есть положительные качества. Он знает. Бертран Рассел. Английский учёный. А зачем он придумал? Он противопоставил это социальной революции. Зачем эти ваши изменения социальные в Китае? Наука и техника всё решат. Прогоните эту свою партию и пусть там всё наука и техника и решит. А уж там у вас тогда такую резню устроит. Это почище, чем с Ангми. Или есть сомнения насчёт того, какой империализм устроит резню, если он как кто-то ему попался. Посмотрите на Ливию, посмотрите на Ирак, посмотрите, что сделали с Югославией, бомбили несколько месяцев. Самостоятельную европейскую страну. Заодно пульнули. Вы в курсе дела, что тогда 19 лет назад разрушили Черебашню и ещё стукнули по американскому посольству? По китайскому посольству. Ну, а зачем? А чтобы вы не лезли. Случайно. Вот сейчас стукнуть вас кирпичом поглазить, это я случайно. Ну, сказать-то, ну, это все же понимаем, что это не случайно всё. Это та же дипломатия. Какая дипломатия? Канонера. Никаких сомнений не может быть, потому что мы это всё проверяли. Тем более, советский народ, русский народ, он пережил войну. Он знает, что такое фашизм. Потому что уничтожали просто. Вот русских надо было уничтожить. Их уничтожали. Поэтому получается так, что у нас военные потери по военным примерно одинаковые. Германия и Россия. И Советский Союз. А вот мирных жителей немыслимо. Наши войска, мирных жителей, естественно, не убивали, а немцы при первой возможности уничтожали мирных жителей. И газовые печи здесь строили. И зубы выдергивали. Целые фабрики здесь были. Приезжали сюда и рассказывали тут немцы, какая у них демократия. Я говорю, конечно, у вас демократия сильная. У нас отстаёт демократия. Мы ни газовых печей не строили, ни перчатки из человеческой кожи не делали. Какая у нас может быть демократия? У вас настоящая демократия. Они говорят, а что это вы этого Горбачёва так вот всё ругаете? Он же лучше немец. Так я говорю и говорю, что он лучше немец и худший русский. Горбачёв. Тут иллюзии не надо строить. Вот страшное может быть. Если тут где-то, да, ослабишь бдительность. Итак, эволюционное развитие. Поэтому, когда начинают быть плохо с темпами роста, то объявляют, что происходит научно-техническая революция. Но если мы скажем научно-технический прогресс, то мы не ошибёмся. Прогресс-то есть. Применяются достижения науки, техники, и когда они применяются, то это даёт и технический прогресс. Но слабенький такой прогресс, потому что у нас как раз высокотехнологичные отрасли, это и отсутствует или в жалком состоянии. Какие у нас в самом тяжёлом, невосстановленном положении отрасли? Это станкостроение, производство средств производства. Это называется не первое подразделение, а группа первого подразделения производства, средств производства для средств производства. И машиностроение слабое сейчас. Ну, а если мы гоним необработанную нефть, то основную прибыль получают те, кто её потом обрабатывает. В той же Японии. Там никаких ресурсов нет, они достаточно хорошо развиваются. А мы тяжёлую нефть отправляем и газ тоже, куда угодно за границу, без всякой переработки. Так, час мы в Китай направим. «Сила Сибири» называется. «Силу Сибири» направляем в Китай. Идёт реклама всё время у нас. У нас целый телесериал посвящён тому, как американские спецслужбы пытались сорвать газовый контракт России с Китаем. Не смотрели? «Спящий» называется телесериал. «Спящий». Вот. Ну вот мы по этому поводу, поддержку этого сериала с Пучковым и с Жуковым сделали такой ролик, называется, о телесериале «Спящий», в котором я подчеркнул, что кроме спящих ещё есть постоянно неспящие у нас, которые бьются за интерес иностранных государств. Вот, например, и среди кандидатов тоже были два кандидата, президенты, которые действовали в интересах иностранных государств. Собчак и Явлинский. Явлинский давно вместе с его партией «Яблоко» они выступали с таких позиций. Так что они никакие не спящие. А спящие – это те, которым сказано, вот 15 лет мы вам никаких заданий не даём, а вы продвигаетесь по карьерной лестнице всё выше и выше. В ФСБ, в министерстве иностранных дел, в экономических каких-то министерствах и так далее. Везде. Они везде есть. Ну, потом им скажут, пора просыпаться. И тогда они начинают, вот тогда начинается террор. Видели там, кого взорвали в этом фильме? Кого взорвали? Кого взорвали там? Не помните? Там как раз приехала китайская делегация на подписание этого контракта. Причём молодые люди, много. Их разместили в ресторане и взорвали. Всех взорвали. А вы нам рассказываете про красный террор. А почему Собчак? Сейчас китайцев у нас взорвали. Американские спецслужбы и террористы. Чтобы сорвать сближение Китая и России. Да. Почему Собчак? Как? Интересно, как у нас. А как? Она же выступает за то, чтобы отдать в Крым. Да? Она же говорила про то, что она повторно референдума. Что? Она ничего не говорила. Она говорила, что это повторно референдум. Какой референдум? В Крым. Зачем? В чём? Зачем? Референдум был тогда, когда кровь пролили русские люди за Крым. Вот была бы референдум. Разве референдумом решаются эти вопросы? Вот если Крым отдать сейчас Украине, там поставят американские базы, и при первом ударе ядерном Россия может быть уничтожена без продолжения. Вот в этом смысл Крыма. И наоборот, если Крым российский, это уже не получается. А раз не получается, не будет ядерной войны. Вы за ядерную войну? Ядерной войны. Я чёсно. Просто это надо шире смотреть. Не так просто. А уж если говорить о том, а какие основания к тому, чтобы он вообще оказался на Украине? Так же не бывает. Что случилось? Ну как получаются какие-то территории? Взял Хрущёв. Кто такой Хрущёв? Взял и... Чё исторически? Это никакая не история. Взял и перекинул этот самый Крым в Украину. Росчерком пера. Чё, был референдум, что ли? А чё вы за тот референдум не наступаете? Против этого. Ну раз в то время не было референдума, всё, значит, и неверно. Без референдума Хрущёв сделал. Вот поэтому и забрали назад. А вот если бы он референдум сделал... И что, думаете, прошёл бы референдум тогда? Нет. Не прошёл бы. Такой. Ну вот. Значит, эволюционное развитие. А это эволюционное развитие иногда и довольно редко, исторически редко прерывается большими скачками. Что такое скачок, как философская категория? Перерыв постепенности. Скачок есть перерыв постепенности. Можно сказать, что всякая революция есть перерыв постепенности. Но скачки более широкое понятие, чем революция. Могут быть скачок, но не революция. Например, скачки могут быть просто в природе. Скажем, агрегатное состояние воды. Сначала вода находится в твёрдом состоянии. При повышении температуры выше нуля она переходит в жидкое состояние, скачок. Потом при повышении температуры выше 100 градусов она переходит в газообразное состояние. А при дальнейшем, как перегретый пар, говорят, повышение, она превратится в состояние плазмы, когда молекулы будут распадаться уже. И всё. Вот скачки. Ну, вы же не скажете, что переход воды в пар – это революция. Или замерзание у вас воды в чайнике, которую вы оставили на даче и уехали, а мороз. Всё это контрреволюция. Нет. То есть понятие скачок – это перерыв в постепенности, но не тождественная революция. Всякая революция, конечно, скачок. А вот мы берём парное понятие к понятию эволюции. Парное понятие революции. Что такое революция? Кто-нибудь скажет? Вам можете сказать, нет? Вы же, там у вас революция-то произошла успешно. Что такое революция? Это скачок. Но это уже мы говорили, что это скачок. Сейчас вы не обещайте великому китайскому народу сказать, что такое революция. Это... Это... Качественное изменение. Да это качественное изменение – это и есть скачок. Это вы масломатильное всё. Продолжайте эту же песню. Что такое революция? Ещё бы не хватало, чтобы она не была качественным изменением. Я вон пиджак сменю, и уже качественное изменение. Хотите рубашку? Сейчас останусь в рубашке, мне жарко. Это будет качественное изменение. Потом профессорам можно горшок надевать на голову. Это нормальным считается. А студент, если вот, надо сказать, он такой-секой, раз такой, а профессора скажут, ну... Может быть, Это... Движение... Чего? Всё с вами ясно. Вы даже не можете быть... Я, говорит, не могу быть контрреволюционером, потому что не знаю, что такое революция. Поэтому никак вас нельзя... Вот вас обвинить в контрреволюции невозможно. Ну старая. Старая – это что, старики такие? Вот Сталин был старый, а Крущёв был молодой. Это революция тогда. Ленин тоже был старый. Революция – это смена общественно-экономической формации. смена то есть было допустим вот у нас коммунистическая стала капиталистическая под ваше определение подпала и так это контрреволюция у вас она революция что нет по вашему определению смена то произошла формация у нас была формация какая коммунистическая сейчас капиталистическая вот этот товарищ заявляет что у нас подошла революция только цвет ничего не подобрал бордовая Повык, бывают оранжевые, Рос, Чульпанов. Какая революция-то у нас произошла тогда? Сменилась формация? Это вы называете революцией? А контрреволюция тогда у вас что? Так если он не сказал, что такое революция, у него наоборот революция это контрреволюция, контрреволюция это революция. У него всё наоборот перепутано. Вы на службе кого? Революции или контрреволюции? Незаметно. Невыражено. Значит, чего тут не хватает? Зачем мы изучали вопрос о прогрессивных тенденциях и реакционах? Зачем? Смену общественных мировых тенденций в прогрессивность. Прогрессивный скачок. Если просто скачок. У нас вот скачок, например, был при переходе от... происходит при капитализме, а при переходе от капитализма свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Это революция? Нет. Скачок есть. Скачок при переходе от низшей фазы коммунизма. Вот КНДР. Низшая фаза коммунизма. А будут они перейдут к высшей? Это будет революция? Нет. Ну, это они избавятся от родимых пятен капитализма. Правильно? От отсталости они избавятся. Потому что низшая фаза коммунизма, низшая, она имеет черты незрелости, сходство с предыдущей системой и так далее. Поэтому не надо... Социализм тоже раскрашивать безмерно не надо. Социализм – это, конечно, лучше, чем капитализм, но у него очень много отрицательных таких черт. И государство поэтому есть, потому что есть антисоциалистические тенденции, причем со стороны трудящихся. Некоторые люди не знают даже, что такое революция. Они сами еще ничего вредного не сделали, но и пользы еще пока не принести не могут. Это страшно, если так много людей. Вот миллиард триста восемь миллионов не будет знать, что такое революция. И что будет-то? Ужас. Лучше пусть 140 миллионов не знает, что такое революция, чем миллиард триста восемь миллиона. Представляете, как страшно? Ужас. Значит, революция – это, во-первых, не просто скачок, а переворот. Револф-то не слышали слова? Слова-то какие-то же английское слово – револф. Револьвер видели? Ну как он? Там барабан есть. Он крутится. Если говорится о революции, значит, это должно быть не просто скачок, а переворот. А если переворот, то это революция? Нет. Во-первых, это может быть контрреволюция. Во-вторых, это может быть дворцовый переворот, когда класс не меняется. Ну вот в Египте какой класс был, когда там были братья-мусульмане? Избран был президент Египта демократическим, буржуазно-демократическим путём. А вот этот Ас-Сиси пришёл через переворот. И кто более прогрессивный? Тот, который избран был демократическим путём, или тот, который пришёл в результате военного переворота? Первый. Чего первый? Ну а вот этот, более прогрессивный, который сейчас пришёл. А. Да. Да это не меряется вопрос этим. Выборы, не выборы. А вопрос меряется другим. Какую они политику проводят? Ну класс какой остался в Египте у власти? Какой класс в Египте у власти? Буржуазной буржуазии не захотелось превращаться в исламское государство. Египетской буржуазии не захотелось, потому что это реакция. Это реакционное действие превращения в исламское государство. В религиозное государство это вообще реакция по отношению к социализму или по отношению к капитализму? Капитализму. А вы ещё сомневаетесь, кто из них прогрессивный. Братья-мусульмане, они же мусульманское государство хотели сделать. Там и так страшный котёл образовался. Светским государством был Ирак. Его уничтожили американцы как светское государство. Теперь это и мусульманское государство. Ливия была светским государством? Светским. И ещё и напали на Сирию, которая является тоже светским государством. Последним светским государством вот в этом месте. Нет, и Египет. Поэтому там-то идёт вопрос по этой линии. То есть пойти, по крайней мере, остаться на буржуазном уровне или уйти назад, в реакционную сторону от буржуазного строя. Потому что буржуазная революция, её прогрессивное значение в том, что она отделила религию от государства и школу от церкви. Так? А мы наблюдаем. Реакционные тенденции у нас, наоборот, в России. Такие же тенденции. Снова соединить государство с церковью. Ну, вот я не знаю, сколько теперь надо этих бегать нашему руководству. У нас же очень много религий в России. Так, сходил этот православный храм. Надо в католический сходить. Вот там есть святого Михаила, там у нас, Ингерманландская церковь. Надо туда тоже сходить. Так, а почему в синагогу не дошли? А буддисты чем провинились? И так далее. Только это надо бросить все дела. Ну, это божественное дело. Ну, верят люди. Оставьте их в покое. Не надо смешивать религию и государство. Государство – это машина на силе. Она решает задачи обеспечения власти одного определённого класса. В данном случае – буржуазии. Ну, и обеспечивайте. Вот наш дорогой губернатор взял и переименовал набережную Рубиспера в Воскресенскую набережную. Рубиспера – это кто такой? Это какой революционер? Буржуазный или коммунистический? Буржуазный. За что его так обидел-то наш губернатор? Ну, чем Рубиспер-то он же тут? Великий буржуазный революционер. А сейчас какая власть у нас в России? Буржуазный. Что она должна делать? Хвалить буржуазных революционеров. Вот у нас есть улица Марата. Её не переименовали, потому что там она раньше «Грязи» называлась. Ну, что такое? Ну, была там Воскресенская, что за событие? Ну, и что церкви были по всей России? Вот новость какая. У нас всё заставлено церквами. Сейчас вообще их по типовому плану делают, по типовому проекту. Раз-раз – бетонный хлоп-хлоп, и уже молятся. Ну, потому что они справляются, видимо, с экономикой. И думают, что Бог поможет. Ну, кто-то, как-то. Только с Божьей помощью можно что-то сделать. А так экономика никак не поднимается. Это у вас темпы роста около семи, а у нас темпы роста около нуля. Я поэтому и обращаюсь всё время к великому китайскому народу. Вот только на него надежда. Ну, взяли бы наш пример, с вас взяли. Вы-то с нас всё время брали пример, и у вас было всё хорошо. А сейчас нам надо нам с вас взять пример. Ну, вот они, наоборот, идут назад, пятятся куда-то в религию. Ну, что это такое? Ну, конечно, я понимаю, что Бог может и помочь кое-кому усидеть. Так вот, революция – это, во-первых, не только скачок. Это переворот. Но какой переворот? Не переворот в рамках этого класса. Это дворцовые перевороты, военные перевороты. Например, в Грузии проходил переворот? Проходил. В Киргизии проходил переворот? Проходил. А то, что в Грузии назвали революцией? Рос. Это он что, перестал быть переворотом? Нет. А в Киргизии назвали революцией Тюльпанов? Нет. Что происходило на Украине? Там же оранжевая революция – это что такое? Это смена класса, которая стоит у вас. Нет там никакой смены. Там буржуазия как стояла, так и стояла. Их стоит. Поэтому никакой там революции нет. И контрреволюции есть, и контрреволюции нет. Потому что контрреволюция – обратный переворот. Но революция – это переворот, состоящий в том, что на место реакционного класса приходит класс прогрессивный. Вот это, вот такой переворот называется революцией. А если на место прогрессивного класса приходит реакционный, как произошло в России, это называется как? Контрреволюция. Вот и всё. Тогда всё точно тут и понятно. Политическая контрреволюция. А если мы имеем в виду социальную контрреволюцию в широком смысле, это переход от одной, опять же, отсталой формации, прогрессивной – это революция. От прогрессивной формации к реакционной, отсталой. Скажем, от коммунистической формации к буржуазной – это что? Это уже контрреволюция и реставрация. У нас не только произошла в Советском Союзе контрреволюция, у нас произошла реставрация прошлой общественно-экономической формации. У нас реставрирован буржуазный строй, капитализм. Нравится это кому-то, не нравится. Вот наука состоит в том, чтобы, по крайней мере, себя и других не обманывать, не просто говорить «новый строй». Ну ничего тут нового нет, всё это старое. Чтобы фиксировать, что произошло. Произошла контрреволюция и установился старый буржуазный строй. Но только старый буржуазный строй был прогрессивный для своего времени. А сейчас уже буржуазный строй – это умирающий, загнивающий капитализм. Когда мы видим элементы загнивания, которые привнесены в нашу жизнь, это неудивительно. Раз взяли, так сказать, что-то умирающее, загнивающее, поэтому и видим. Если первые капиталисты – это были кто? Это организаторы производства, это инженеры, это какие-то очень просвещенные люди. То есть сейчас, наоборот, какие-то барыги, хапуги, которые ничего не создают, а значит, всё это махинируют и махинируют. Главным образом утаскивают деньги из государственных запасов. Вот сейчас следствие начинается по поводу миллиардеров Магомедов, которые в сотрудничестве с женой товарища Дворковича, который, товарищ Дворкович, говорил, что не надо стипендию платить студентам. Вот стипендии студентам не надо платить, а вот из государственного кармана деньги выкачивать – это можно. И становиться миллиардерами. Что он этот миллиардер сделал? Ну, что-нибудь сделал, скажем, человек что-то построил. Ну, форт-то сделал, хороший капиталистическое производство, стены красил светлый свет, грязь убирал, зарплату повышал. С ним судились другие капиталисты из-за этого. Он был действительно прогрессивный капиталист. А сейчас приходят реакционеры. Всё ухудшают, условия труда ухудшают. И говорят, мы вот новый строй. Так он новый, как… Только потому, что был другой, лучше. Вот это вопрос о революции и контрреволюции. Поэтому, если вы возьмёте наши, так сказать, общеполитические выступления и размышления, вы увидите, что в сфере средств массовой информации полное извращение вот этих вот научных критериев. Революция называется чёрт-и-что. Революция называется разные перевороты, которые никакими революциями не являются. И контрреволюциями не является. Потому что сидит буржуазия власть и меняет форму своего сидения. И сейчас вот там, скажем, все кандидаты, кроме одного, там, Сурайкина, выступают и говорят, мы за новый строй. А в чём у вас новизна? Ну, мы будем сидеть. Сейчас вот вы сидите на первой партии, и я теперь буду сидеть. Это революция. В чём разница-то? И когда я приду, будет хорошо. Кому хорошо? А мне хорошо. Чего хорошего? То есть в этом очень важно разобраться. В порядке революции и революции. Ну, вот уже товарищи здесь сказали, что революция в более широком смысле, не только в политическом, а и в более обобщённом плане представляет свой переход от одной общественно-экономической формации к другой общественно-экономической формации. Значит, мы должны с вами рассмотреть этот вопрос о том, что такое общественно-экономическая формация. А чтобы рассмотреть этот вопрос, надо исходить из того, что эта категория является выражением и закреплением основного положения исторического материализма, которое состоит в том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Что такое общественное сознание? Это выражение общественного бытия в головах людей. Грубо говоря, если общественное бытие буржуазное, то и сознание в большинстве голов буржуазное. Поэтому проводите вы так выборы, можете и так проводить, а эти выборы отражают то, что есть в головах. Люди голосуют в соответствии с тем, что у них в головах. Если у вас буржуазный строй, господствуют буржуазные идеологии. Разгосподствуют буржуазные идеологии, кто победит? Какой класс? Буржуазия. А на следующих выборах? И на следующих буржуазии. А может трудящийся победить на выборах? Нет. Есть хоть один исторический пример? Нет. У вас там выборами пришли в Китай компортеды? Только у вас не демократические строй. А у нас советы были, у нас демократические. У нас советы собрались, приняли решение и всё. У нас в принципе тоже советы. Это у вас потом, а у нас начало. У нас советы были ещё при капитализме. У нас при капитализме были советы. И вот эти советы, они как бы параллельны были органы власти. А потом те власти сместили, а эти более демократические. У нас именно это самая демократическая революция. Самая демократическая демократия была у нас. Если скромно выражаться. А советы, почему демократические? А потому что они от коллективов были. Они от площадей, а не от улиц. Потому что на площадях и на улицах правят деньги. А все выборы вот эти организовываются. Здесь вместо величины избирательного фонда и так далее. А советы были, вот если вы имеете влияние на рабочих, вот вас поддерживают эти советы рабочих. А если вы не имеете влияния, вас не поддерживают. Ну, конечно, большинства-то не было все равно. Революция не может опираться на большинство. Потому что в буржуазном обществе, в большинстве их голов, буржуазная идеология. Поэтому, конечно, революция, она неизбежно является делом какого-то исторического, выдающегося меньшинства. Но такого меньшинства, которое выражает интересы громадного большинства. И это большинство осознает. Особенно оно осознает. И проявляется это в том, и проявилась оценка, например, большинства, в том, что все попытки свергнуть большевиков в России с помощью гражданской войны не прошли. Почему? Потому что крестьянин получил землю в результате революции. И он поэтому состоял за тех, кто дал ему землю. А буржуазия не давала ему землю. Поэтому он буржуазия поддерживает. И на антанте ему не давала. Поэтому, как ни пытались со всех сторон Советской России, сначала была война 14 государств, потом была гражданская война. И ничем не удалось эту власть свергнуть никак. То есть свергнуть эту власть можно только изнутри. Вот не будете Ленина знать, не будете Мао Цзэдуна читать, так и пропадет у вас власть в Китае социалистично. Я уже тут сталкивался. Приезжают ваши профессора, даже неизвестные на конференции, они не знают. Это для нам знакомо. Дескать, уже хорошая жизнь, они живут, никакой особенной борьбы нету, борьба позади, они в этом не участвовали. И они все живут припеваючи. А элементы расложения в каком обществе? Только в русском, в российском или везде есть они? Везде развитие есть продукт борьбы противоположных тенденций. Хоть в Китае, хоть в Индии, хоть в Японии, хоть в Эстонии. Это же универсальные категории, которые мы с вами рассматриваем. И об этом надо помнить. И лучше всего учиться на ошибках других. Вот китайцы, товарищи должны, они уже научились. Они не случайно этого Джао Зу Яна в хорошее место посадили. Где-то, так сказать, никакие не репрессии. Просто дали ему подумать 15 лет до смерти. Лучше пусть один Джао Зу Ян посидит, чем 15 миллионов китайцев погибнет в гражданской войне. У вас есть сомнения, что, скажем, если американцы возьмут над вами власть, что они вас там не устроят такое же, что они устроили во Вьетнаме? Не случайно и Советский Союз, и Китай помогали вьетнамцам. И вьетнамцы разгромили Соединенные Штаты Америки. Кто выиграл-то? Большая Соединенные Штаты Америки или маленькая республика, социалистический Вьетнам? Начинали только с севера, а потом весь Вьетнам стал социалистический. Теперь приезжает туда Крамп. Здрасте, здрасте. Почему? Уважает сильных. Не надо бояться показывать силу. Сильных уважает, слабых убивают. Это же война, революция, там дело такое. И забьют, и убьют. Не надо думать, что кто-то там будет разговаривать. Никто не разговаривает. В мирное время убивают у нас, убивают у нас, в метро убивают. Кто это делает? Кто насылает сюда террористов? Что, они сами рождаются террористы? Широко используют интернет. А у вас нет настоящей демократии. У вас террор через интернет не проходит, потому что он у вас ограничен там. В Китае. А у нас вот, у нас свобода. Нам легче, у нас легче убить наших людей. Нам жалко террористов. Вам не жалко. Вы ограничиваете. Так что это, чтобы показать. В общем, ущербна у вас демократия. Так. Теперь нам надо с вами, чтобы понять, что такое в широком смысле революции, нам надо решить вопрос о том, что такое бытие и что такое сознание. С сознанием проще простого. Сознание общественное – это сознание общественного бытия. Осталось только узнать, что такое общественное бытие. Что такое общественное бытие? Вы на какой класс сейчас проходите? Нет. Нет. А способы? Нет, этого не знаете. Значит, общественное бытие – это производство материальных благ. Наиболее ярко и выпукло материалистический принцип понимания истории изложил Ридрих Энгельс в маленькой хорошей работе, изумительной, которую я всем рекомендую, вам особенно. Как бы маленькая работа для большой страны, Энгельс. Там говорится о том, что в основе всего человеческого развития лежит производство, воспроизводство непосредственной жизни. Ну, это понятно, да? А что нужно? Общественное развитие может быть без продолжения развития человеческой жизни? Не может быть. Поэтому материалистический подход в этом. Надо брать и общественную жизнь материалистически. А что такое? Из чего состоит производство непосредственной жизни? Первое, хотя это в голову некоторым не приходит, состоит в производстве людей. Семья. В производстве людей. Ну, и не только семья. Людей надо произвести как людей. То есть они должны получить от общества то, что делает их общественными людьми. То есть развить себя. И как трудящиеся, и как образованные люди, и физически изготовленные, и так далее. А второе – это производство материальных благ. Потому что, как биологические существа, люди без материальных благ существовать не могут. И для того, чтобы заниматься наукой, искусством, философией, для этого что надо делать? Надо есть, пить. И одеваться, и иметь крышу над головой. Но если у нас не будет крыши, мы сможем заниматься философией, не расстраивайтесь. Но в шапках. Философия вообще хорошо. Например, сад Академия был в Грессии. По нему ходили. Боим ходить гурьбой. Тут у нас двор хороший, так будем ходить по двору. А можем уйти в летний сад. Скажем, что у нас проводятся лекции в летнем саду. Корабля не у кого нету? Вы там не капиталисты в Китае, нет? Нет у вас корабля? А то бы пригнали сюда корабль, мы бы сели и по Неве бы ездили, и я бы лекции читал, и вопросы бы задавали, а мы бы пофювали кокеек. Хорошо было бы. Но народ что-то объединил у нас студенческий. И у вас тоже нет корабля? Нету. Ну, наверное. Ну, там вообще, в галерке, там и лодки нет, наверное. Лодки нет у вас, моторной. Ну, ладно. А то приплыли бы и сказали, что такое революция. Раз сюда, джиг. Так. Таким образом. Общественное бытие – это. Это производство непосредственной жизни. То есть производство людей и производство материальных благ. На первых порах, и это хорошо очень показано у Энгельса, который в этой книге дал историю, анализ истории развития человечества от первобытного общинного коммунизма до капитализма. Это очень маленькие книжки, очень ярко. На первых порах главным, основным в этом воспроизводстве было производство людей. Поэтому общины, племя – вот что было решающим. А какое было производство? Собирательство. Вот послали вас. Идите, корень выкапывайте. Ловите грызунов. Вы еще можете поймать, пока у вас не развиты средства производства. Птиц попробуйте чем-то поймать. Не знаю, как. Лук надо делать. Стрелять надо. То есть надо стараться как-то собирать, искать. В общем, пусть они принесут. А женщины, которые управляли, распределяли то, что будет принесено мужчинами, справедливо. По потребности. Что значит по потребности? Ну, у кого больше потребностей, тому давать больше надо. Дети, чтобы были не голодные, главное, правильно? Иначе не будет воспроизводство. Для такого, как сейчас, чтобы одни вообще не имели ничего, такого не было, пока женщины руководили. Что вы утратили? И женщины власть утратили. В советское время уже, знаете, сколько в партии было женщин? Это руководящая сила нашего общества. 11 процентов. А как водку пить, так уже пить дам. В материальном производстве женщин 50 процентов. Как носилки носить? Женщины, пожалуйста. Как только управлять? 11 процентов. То есть время изменилось, изменилось производство и роль производства материальных благ выросло. Оно теперь является решающим. Но это не значит, что производство людей истезло, как производство непосредственной жизни. Более того, вот некоторые думают, что от производства вещей больше зависит. Но скажите, пожалуйста, вот богатство экономическое в современной России как передается? По наследству. По наследству. Это значит, что экономическая власть в современной России, прогрессивной, как они ее считают некоторые, передается по наследству. То есть, если у вас папа миллиардер, у вас хорошо будет с деньгами. А если папа у вас не миллиардер, а только миллионер, но хуже будет. Ну, а рассказать, как экономическую власть превращать в политическую? Да. А? Элементарно. Вот, прихожу я к вам. Вот, вы будете этот самый Юганов. Прихожу я к вам. А вы у нас Юганов. Как бы вы же, наверное... Вы не в коммунистической партии Китая, нет? Не в коммунистической партии Китая состоите, нет? Да. Вы стоите. Ну, вот, видите, вот я к вам и прихожу. Примерно. Ну, у нас вы, давайте, вы войдите в роль. Я прихожу и говорю, слушайте, люблю я вашу партию, а я миллиардер. И могу я помочь вашей партии от чистого сердца? Могу? Только по закону отвечайте. Конечно. А? Конечно. Конечно. Почему? Потому что у нас... Потому что у вас есть деньги. Вы избиратель... А? Потому что у вас есть деньги. Нет, я могу вам в избирательный фонд внести сумму. Сколько нужно вам внести, чтобы было 10... Чтобы хватило на 10 депутатов? Ну, сколько на одного депутата? Как вы думаете, сколько раз на одного депутата нужно потратить, чтобы с гарантией он прошел? Ну... Миллионов 10? 10 миллионов долларов. Ну, да, где-то. Ну, 10 миллионов долларов. Значит, на 10, значит, 10 на 10. Ну, 100 миллионов долларов я вам внесу. А вы у меня спрашиваете, а, Михаил Васильевич, а у вас никаких нет каких-то пожеланий? Да нет, какие пожелания? Ну, просто из этих 10 я просто хочу быть, один быть. Ну, это же... Ну, 9 будет. Да я просто вот... Я все буду голосовать, как скажете. Мне это не обязательно. Между нами... Мне надо непрекосновенность парламент. Я же день это не так просто получил. Короче говоря, а вы потом приходите вот в свою фракцию, вот он приходит и говорит, ну, знаете, вот есть человек, который нас очень любит. И он решил нам дать 100 миллионов долларов. Берем? Что вы думаете? Берем. Ну, а он никакие там не ставит. Да нет, каких-то условий не ставит, но он просит в себя включить одного в список. Вот мы 10 человек сможем, провести на эти деньги. Одного в список. Берем? Берем. Он обещал голосовать. Не будет голосовать, мы будем иметь его, если он не выполняет договоренность. Все. Как только счетик объявили, я вам раз туда 100 миллионов. И я уже в доме. А раз я в доме, я уже не в тюрьме. А там можно, конечно, в тюрьму загнать, если там уж кого-то убил или зарезал прямо. Но это все равно с неохотой. Потому что сегодня вы, а завтра я. Поэтому вот, когда начну голосовать, давайте вот снимем парламентскую неприкосновенность вот с него. Давайте не будем этого. Ну, давайте уж, неприкосновенность, так она и неприкосновенность. Зачем это вот это делать? А прокуратура уже представила на меня бумаги. Вы говорите, ну, чего мы будем? Давайте, вот этот хороший человек, он любит нашу партию. Я же люблю вашу партию. И так, что получилось? Или, вот пример товарища Прохорова, миллиардера такой, знаете, да? Чем он знаменит? И ничем хорошим. Он, помните, обещал сделать нам Геомиобель? Не сделал. Хотел светодиодный завод сделать под Ленинградом? Не сделал. А чтобы зарегистрировать себя кандидатом в президенты на прошлых выборах, он быстро собрал подписи. Подписи нужны не за него, а подпись за то, чтобы он стал кандидатом. Собираются подписи. Это не значит, за кого вы будете голосовать, за кого вы хотите. Ну, вот кто за то, чтобы товарищ Прохоров встал кандидатом. Так, задача простая. Сейчас вот заканчиваем лекцию. Значит, все получают по пять тысяч, идете собирать подписи. За сегодня, за сегодня. Соберете? Ну, сколько соберете? Надо вот распределить, ну, какого метро кто стоит и собирать подписи. Столик возьмите и все. Завтра еще пять тысяч, послезавтра еще пять тысяч. Ну, чего вы какая-то миссия с этими полутора тысяч? Ну, чего вы сидите так? Идете в ресторан вечерком, девушку приглашаете. Все хорошо. Год Прохоров организовал подписи. Вот так и организовал. А как вы думаете, делают подписи? Сейчас, вы думаете, Собчак собрала. Как она собрала? Два с половиной миллиона. Потратила, говорит, я на сбор подписей. Что? Она ходила, собирала? Да нет. Так. Это у нас в эти десять миллионов входит же. Все же, долларов. Входит. Все это учтено. Собрали подписи. Потом билборды расставил, такие глубокомышленные. Пустые, пустые. Никакой мысли нету. Но так вот закручено, что-то он, видно, умный. Шибко умный. Но ничего умного не сказал. Ну и пролетел. Ну, пролетел и пролетел. А ему важно быть просто кандидатом в президенты. Вот будут про вас писать. Он был кандидатом в президенты. Неплохо же? Хорошо. Вот я был кандидатом в народные депутаты СССР в 89-м году. Хорошо же. А вы не были кандидатом в народные депутаты СССР. Вот так. Ну, я не прошел, и вы не прошли. Но я был, а вы не были. У меня машина была. Специальность громкоговоритель. Мы приезжали на митинг, она и обещала. Красота. Так. Вот. Поэтому нам, с одной стороны, кажется, что это в старые времена, когда наследство решало. Не надо от этого наследства отказываться. Сейчас даже существует другой брак. Какой? Гражданский? Нет. Гражданский он давно существует. А сейчас есть брачный договор. Вот уже Рома Абрамович. У него уже третья жена. Каждой жене он какую-нибудь квартиру дает. И, может, какой-нибудь заводик. То есть, по закону вообще у нас за то время, как находились супруги в одной семье, в одном браке, они делят это пополам. А можно заключить брачный договор, что в случае расхождения жена получает вот это. И всё. Вот квартира шестикомнатная и яхта. Ну, что вам ещё хотите? Всё, меня бедным делает. И вот Абрамович так и делает. Поэтому это вот новое слово в семье. Семья теперь такая. Мы с вами у нас совет да любовь, а заодно деньги пополам. Не пополам, а... Как? Вы же за меня выходили замуж, вы знали, что я миллиардер? А что же вы хотите, чтобы я был полумиллиардер? Вот так. То есть, это не только касается политики, это касается и нравственности, и всего прочего, безусловно. Поэтому вот этот тезис, о вредляющей роли производства, он, конечно, очень важен. Но для этого, чтобы пользоваться им, надо знать, что такое производство. Но это уже в следующий раз. Это мы не поднимем за оставшееся время. А вы подумайте, что такое производство. Посоветуйтесь с китайским товарищем. У них производство лучше всех развивается. Лучше всех в мире. А вот что такое производство, он, возможно, не знает. Надо ему сказать, как-то ему подсказать. А то как-то неудобно. Лучше всех в мире развивается, но не знаем, что это такое. Чтоб так не было. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...